Расскажу о себе. Меня зовут Царапятов Михаил Борисович. Я буду руководителем данного курса. Буду вам рассказывать как раз про это все. Чем я занимаюсь. Ким, Ирия, Галия. Вообще я аспирант Южно-Уральского государственного университета в городе Челябинске. Кроме того, я уже 4 года преподаю робототехнику, программирование детям. И 2,5 года, разъезжая по разным городам России, преподаю тоже такие же направления, как робототехника, программирование, 3D-моделирование, машины, обучение, нейронные сети. Другим преподавателям в разных городах. Но сегодня мы с вами будем конкретно рассматривать LEGO Mindstorms. Что это за набор? Это очень удобный набор, изобретенный компанией LEGO, который включает в себя детали из набора LEGO Technic, если вы это слышали когда-нибудь. Это специально расширенный набор, который позволяет строить разные интересные вещи. То есть в основном они используются для построения моделей, конечно, от LEGO Technic. Но временами и для всяких механизмов. В данном случае, то есть механизмы у нас, которые будут присутствовать, они могут управляться электронными моторами, соответственно, которые будут подключены к блокам. Также у нас будут разные сенсоры. Это одна из особенностей этого набора. Этот набор используется очень часто как в соревновательной робототехнике, так и в построении разных проектов. Буквально, сколько, года два назад я видел, как какой-то, какой же университет, Массачусетский что ли университет, он интересный сделал робота из этого набора, который имитировал движение какого-то червячка на нейронных сетях и обучался с самого нуля ходить. То есть он очень обширный. Программируется он вроде бы легко, через блоки мы это сами разберем, то есть дети спокойно это понимают, но при этом возможности у него действительно расширены, что даже в некоторых университетах его используют для того, чтобы строить разные модели, проверять на жизнеспособность. Так у нас выглядит набор. Так, где он? Секунду. Вот, это наш стандартный набор. Таким образом он выглядит. Я думаю, если кто-то с ним занимался, вы уже знаете, что там внутри есть. То есть как раз таки, там есть красная подложка с разными деталями, лего, и кроме этого там есть разные модули. Самое основное это, естественно, модуль, центральный процессор, который все обрабатывает, который мы будем программировать. Так, где он? Чтобы сразу вам показать. То есть вот он, да? Сам центры. Для того, чтобы работать с таким конструктором, вам нужно специальное приложение. Оно называется Lego Mindstorm, и желательно эдикейшн версию скачать. На сайт Lego Mindstorm, так и вводите. Скачать. И сразу же первая ссылка будет, программное испечение, education.lego.com И вам предлагают загрузить программное испечение Mindstorm. Выбираете вашу систему, будет, соответственно, вот такое окошечко. Открываете программу, здесь у вас целый набор команд. То есть у вас есть лобби. Лобби это где вы решаете, что будете делать дальше. Плюс это создать новый проект. У нас, соответственно, также можно активировать подсказки. Начальные. Ну вот мы, допустим, посмотрим вообще, что еще находится в лобби. Соответственно, здесь начало работы вам предлагают разные вещи. То есть испытания, используйте следующие шаги. То есть что вообще делать с этим, да. Можно тоже разные предложения. Кроме того, вам еще предлагают разные проекты, да. Самоучитель тут есть тоже свой. При этом инструкции по сборке, которые мы будем использовать на завтрашнем занятии. Это нам очень полезная вещь нужна будет. И для детей это тоже вам обязательно, если вы с детьми занимаетесь. Это прям обязательно все инструкции, которые нам даны по стандарту, пройти. Потому что они включают в себя разные вещи. Мы нажимаем, соответственно, на новый проект. На плюс либо файл новый проект, либо на плюс. И у нас загружается вот такое вот поле. Здесь у нас, обратите внимание, вот эта рабочая область полностью. То есть что за рабочая область? Там, где мы будем собирать нашу программу. Здесь мы собираем нашу программу. Здесь ниже блоки, из которых мы будем собирать нашу программу. Здесь есть разные палитры. Видите, обратите внимание, что по цветам. То есть вот у нас зеленая палитра с блоками, оранжевая палитра с блоками, желтая, красная, синие. и бирюзовая, да, или голубенькая. На самом деле здесь пусто, мы тоже позже рассмотрим, почему. Это нам на самом деле очень поможет в будущем. И вот такая вот начальная область. Далее, сейчас я тут двину немножко экран. Здесь у нас ниже блок подключения. То есть, когда у вас модуль подключен, он может быть подключен либо через USB, вы здесь увидите специальное окошко, что если у вас было подключение, либо по Bluetooth. Самое оптимальное, конечно же, это через Bluetooth. Потому что, когда вы подключаете через Bluetooth, вы можете смотреть на дальнем расстоянии, насколько работает у нас Bluetooth. Это 5 метров. Намного удобнее, чем кабель, который у нас идет 1,5 метра максимум. Далее рассмотрим. То есть, и когда вы подключили, у вас здесь будут тоже окошки заполнены всеми датчиками, которые вы подключили. Здесь дополнительная информация. Здесь у нас будут кнопки загрузки программы, запуска программы, и непосредственно запуска, точнее загрузки и запуска одновременно. Ну и с этого момента у нас начинается именно программирование. Для этого у нас есть особые сайты. Они бесплатные, совершенно доступные для всех. Я очень часто прогоняю своих детей через них. Ну и не бесплатные. Так, один из них это Code.org. Пока его откроем. Далее. Lightbot.com. То есть, тут даже наличие конструктора не надо, что очень хорошо. Здесь вы просто можете открыть браузер для ребенка. Открыть браузер для ребенка. И что у нас? И дело вас программировало. Вот три сайта, допустим, для начала. И вот наше здание. Нужно доехать до выделенной клетки. И программу нужно писать самому. Так, вот мы попробуем. То есть, нам нужен робот. Move. И смотрим, на какое количество клеток считаем. Раз, два, три. Да? На три клетки делаем. Все. И выполнение программы. То есть, здесь такие простые совершенно задания, постепенно которые становятся все сложнее и сложнее. Да, с каждым разом. Плюс его, в чем мне нравится, что здесь можно ребенка постепенно так же переводить на текстовое программирование. Потому что, как просто щелкать, здесь можно еще и вводить текст в самому. То есть, ввожу робот.mov. И считаю количество клеток. Я вижу четыре. И запустить. То есть, задания такие незатейливые. Обязательно с ребенком вы их можете пройти. То есть, смысл объяснить, что вот у вас тоже у него есть робот, который должен выполнить какие-то задания. Он управляет им сам. Да? Как, собственно, и когда с Лего то же самое будет. Когда у него будет собран робот из Лего. Майншторм. У него будет точно такое же задание. После того, как он собрал, он нужно будет запрограммировать. Это даст начальные все-таки какие-то навыки программирования. Это первую ссылку, которую я копирую сразу. Отправляю. Сейчас. Далее. Следующая. Это вот такая приятная программка LightBot. Незатейливо. Простая кажется, но на самом деле не очень-то она и простая. Тут над одним заданием даже я... Даже мне пришлось думать минуты три или четыре. По тому, как у меня в блоке все не вписывалось. Но делать для этого один надо было. То есть тут тоже. Переходите. И сразу тут есть основы, процедуры, циклы. То есть сразу три. Можете сами сначала, естественно, пройти. Перед тем, как давать реванку, чтобы понять, как это вообще все работает. Обязательно. И вот вы переходите. Вам говорят. Вот, добро пожаловать. Я LightBot. Мне нужна твоя помощь. Что нужно сделать? Добраться до синей клеточки. И когда ты находишься на ней, зажечь лампочку на своей голове. То есть осветить эту клеточку. Ну и, соответственно, вот у нас блоки. Точно так же. Блоки, обратите внимание. Уже не текст, а блоки. Тоже мы берем. И вот в нашу рабочую область мы их постепенно складываем. Все, запустил. У меня прошел. И говорит, спасибо большое. Переходим на следующий уровень. Отличная работа. Новые команды. Повороты налево, направо. То есть уже поворачивает. Это прекрасно, потому что дает сразу же ребенку понимание, как вообще робот работает. Он начинает представлять пространство, потому что обращал внимание. Многие дети смотрят на этого робота и не могут понять до конца, осознать, нужно повернуть ему налево или направо. Работая с такими программами, они начинают постепенно понимать. То есть какое движение нужно в какой момент времени сделать, как понять и так далее. То есть здесь тоже вот, если что до конца не было доделано, всегда можно запустить, опять перемотать и попробовать сначала. Это тоже очень замечательный сайт. Тоже всем рекомендую его пройти. Тоже сразу же отправляю его в беседу. В чат. Вот это второй сайт. Переходим дальше к следующему. Это тоже одна из замечательных вещей. Code.org. Чтобы здесь заниматься, тут начиная буквально лет с трех. То есть даже если ребенок с ОВЗ, он может спокойно этим заниматься. Как и другим тоже. У меня дети занимались совершенно разные. У меня инклюзивные группы были. Вот. И соответственно здесь вы выбираете примерный возраст. Ну из расчета естественно тоже с ОВЗ, не с ОВЗ. Сами понимаете, временем нужно с самого начала кому-то начинать. А кому-то все-таки и так уже какие-то основы понятны. Это вы уже из расчета возраста ребенка делаете. Ну допустим с первого курса. Тут замечательные задания. Нажимаете сразу допустим на головоломку. Вот это буквально самая начальная стадия. То есть чтобы понять, что блоки-то нужно двигать. Вот перетащи блок. И ты берешь его и как бы сюда вставляешь. Это вот прямо основа работы с компьютером. Вот если у вас, особенно ребенок до этого не работал с компьютером, вот вообще самые основы. Вот. Перетащить блок. Понятно, да? Кроме этого здесь в конце еще находятся числа у нас вроде бы. Вот числа. И тут тоже надо с ними работать. И в правильном порядке. Но это тоже опять же не все. То есть можем посмотреть. Так. Сейчас я перейду. Так. Опять. Тут точно так же разные абсолютно есть вещи. Самое интересное из этих вещей, которые здесь вообще есть, самое интересное из этих вещей, это чертежник. Он крайне сильно развивает логику ребенка и пространственное мышление. Но ничего сильнее его не развивало, не развивало, прошу прощения. Сколько раз и смотрел. Задить мне. Вот художник точнее. Художник, да? Вот именно конкретно художник. Тут сейчас сложнее и сложнее занятие в зависимости от курса, да? Это вы пропускаете. Ну или можете посмотреть, как вам больше хочется. У меня почему-то сейчас на английском языке, но вообще вот задание. Но вообще тут на русском можно сделать, надо в настройках поискать. Но вот и тут написано. Помоги мне нарисовать квадрат, да? Вот. Цикл мы пока с вами не проходили. Давайте будем без цикла. Что нужно сделать, чтобы нарисовать квадрат? Ему нужно, естественно, перейти вперед. При этом мы читаем 300 пикселей, да? Сторона квадрата. Ну, соответственно, ставим 300 пикселей вперед. Потом что ему нужно сделать? Перейти направо, да? Проверяем, что ему направо на 90 градусов. Опять вперед. Опять направо. То есть у нас здесь будет. Тоже проверяем, что на 300. И еще два раза точно так же, да? Соответственно, что такое цикл, давайте сразу поймем. Потому что мы к ним все равно сегодня передвигаться будем. И лучше сразу же начать. Даже здесь уже начинать понимать, что это такое. То есть цикл нам позволяет какое-то действие, которое у них указано внутри, да? Повторить какое-то определенное количество раз. Или до какого-то определенного момента. То есть пока какое-то условие у них соблюдается. В данном случае здесь просто по количеству повторить 4 раза. Когда мы рисуем квадрат, мы сами понимаем, что нам нужно будет именно пройти вперед, да? На 300 точек. Вот в данном случае повернуть направо 4 раза. Ровно 4 раза. То есть у нас 4 стороны. 4 раза мы это рисуем. Проверяем. Вот у нас все получилось. Ну и переходим к следующему заданию. Заданий тут большое количество. И они очень полезные. То есть этот сайт я тоже крайне рекомендую к просмотру. То есть я когда спрашиваю даже на моих занятиях родители, чтобы дать такое дома ребенку, я сразу же показываю эти сайты. Так, отправляю. Вот, 3 пока сайта, да? Это уже достаточно много часов времени занятий с ребенком, если вы будете за ними следить. Так, с этим понятно? Есть какие-то вопросы? Нету, да? Хорошо, двигаемся дальше. Теперь перейдем в наше все-таки приложение. Вот вы, допустим, собрали какой-то элементарный автомобиль. Вот первые шаги знакомства с конструктором. Все, здесь у нас идет даже описание деталей. То есть даже здесь вы можете все посмотреть, да? Давайте я вам сразу же ссылочку отправлю. На этот сайт. Так, ссылка отправилась. Замечательно. Вот здесь мы выбираем, какой мы робот хотим построить. То есть если мы нажмем на этот, да? То у нас сразу же откроется инструкция. Замечательно. Вот инструкции. В лего всегда в таком виде, да? То есть вот у нас сразу же окошечко появляется. Здесь порядковый номер действия. 1, 2, 3, да? Здесь у нас деталь показана. Здесь ниже с иксом ее количество. То есть, да? 1 умножить на такую деталь. То есть показано количество деталей. И справа от этого окошка видно, что нужно с этими деталями сделать. И здесь опять идет деталь. Считаем по модулю. То есть эти дырочки называются модулями. В данном случае у нас 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Модульная балка. Вот ее сюда прикрепляем. И так далее. Название деталей точно так же можете посмотреть на этом сайте. Я подробно останавливаться на этом не буду. Я лучше уделю время тому, что действительно крайне важно. Потому что на просверах интернета не сможете найти. Или вам будет трудно это освоить. Поэтому мы продвинемся дальше. То есть мы собрали, допустим, вот такого робота. Теперь нужно как-то его заставить двигаться. Что мы будем делать? У нас есть 2 палитры, которые мы сегодня с вами рассмотрим. Это палитра действия и палитра управления операторами. Зачем они нам нужны? Собирали, собирали. Вот у нас получился такой робот. Все. Теперь нам нужно как-то запускать его. Чтобы у нас он двигался. Так. Здесь какие у нас параметры есть? Во-первых, обратите внимание, что здесь используется порт. ABCD. Ну и проводной проводной мы пока смотреть не будем. То есть обратите внимание, что вы будете использовать сам блок от Lego. Вот он. У него есть 4 порта здесь, с этой стороны, для входа, для модулей его. И 4 входа для модулей с другой стороны. С этой стороны мы видим у нас ABCD. То есть ABCD это у нас для моторов. Сразу же надо запомнить, да? То есть здесь только моторы подключаются. Давайте лучше так. Большой. Мотор EW3. Таким образом. Вот наш большой мотор. Чем он отличается от средний мотор EW3? А вот это средний мотор. В чем их разница? Большой у него, он принимает на себя большую нагрузку. В основном используется для того, чтобы двигать конструкцию, да? Которая построена из набора. И если вам нужны ноги какие-то для робота или колеса, да? То это, соответственно, отправляется на большой мотор. Потому что он принимает большую нагрузку. Но у него меньше точность. Соответственно, средний мотор, он может большую точность принимать, да? Конкретно по каждому углу. И при этом это делать очень быстро. То есть он быстрый и достаточно точный. В пределах каких-то погрешностей. Особенно сравнительно с большим мотором. Это если вам нужно что-то взять, схватить, да? Какой-то предмет. Ну, не тяжелый, соответственно. Или какое-то движение сделать быстро. То это у вас, естественно, средний мотор для этого нужен. Так. Все. Это у нас выбираем, к какому порту у нас сейчас подсоединен, да? И к какому порту хотим двигать дальше. Что здесь у нас есть еще, кроме этого? Здесь мы либо выключаем мотор, да? Либо включаем мотор. Включается он, то есть будет работать постоянно. Либо включить на количество секунд. Включить количество градусов. Включить количество оборотов, да? Количество секунд, ну это понятно. Включить количество градусов тоже понятно. Количество оборотов тоже понятно. То есть это у нас полный оборот, да? Вокруг своей оси колеса. Но встает вопрос. Вам нужно, допустим, рассчитать на какое-то количество проехать ровно, да? Наталья, как это сделать? Ну и смотрим. Тот сайт, который я вам только что скинул. Где он. Вот знакомство с роботом. Можно здесь увидеть. Сейчас найдем. То есть диаметр колеса. Ой, не туда. Это, насколько я помню, было у нас уже сумма, да? Там это рассматривается. Не то, не то. 56 миллиметров. Давайте лучше для простоты, чтобы было сразу же сантиметра. 5,6 миллиметра. Сантиметров, да? Мы умножаем на 3,14. Ну, в принципе, это хватит. То есть полный оборот, когда у нас колесо проедет, это будет 17 сантиметров, да? Соответственно, рассчитывая это, вы можете сделать вывод, сколько вам нужно проехать там. Это тоже понятно, надеюсь. Вот. Так, что у нас кроме этого есть? Когда мы, допустим, включим количество секунд, здесь у нас первое это мощность. То есть, с какой скоростью у нас будет вращаться колесо. Мощность у нас может быть максимальная 100, либо отрицательная максимальная минус 100, да? То есть, это в обратную сторону будет вращаться. Если, допустим, это по часовой стрелке, то это у нас против часовой стрелки. Ноль, это, естественно, у нас ничего не движется. Тут сами настраивайте. Дальше у вас идет окошко. На количество секунд, если это количество секунд. Количество градусов провернуться, если это количество градусов. Количество оборотов, да? В зависимости от того, сколько вам нужно проехать оборотов. И дальше у нас идет блок, который называется, вот, тормозить в конце, да? Мы можем, чтобы он тормозил в конце, либо дальше двигался накатом. То есть, либо резкий тормоз, либо как он там инерцию набрал, так он дальше двигался. Ну, соответственно, всегда вы все-таки в робототехнике участвуете, да? Соответственно, вам нужно тормозить, естественно. Потому что точность ваша все. Но точность больше ваша все, конечно, на соревнованиях. Уже с детьми-то можно спокойно и так позаниматься. Но если будете, конечно, дальше идти в этой сфере, то, естественно, нужна будет точность. Вот, средний мотор тоже самое абсолютно все, да? Все параметры, которые мы с вами рассмотрели. Просто я уже сказал, в чем их различие. Соответственно, убираем, допустим, этот мотор, убираем этот мотор. Берем вот этот блок рулевого и берем этот блок. Независимое управление моторами. В чем их разница? И этот блок. И этот блок управляют одновременно двумя моторами, да? Но есть разница. То есть, у рулевого управления у нас он выбирает угол, на который вращаться, да? То есть, поворачивать, двигаться. Допустим, вот налево, да? На максимальное минус 100 и направо максимальное 100. Это вы уже сами контролируете, на сколько надо будет, допустим, поворачивать. С какой опять мощностью. То, что мы с вами уже проходили. И на какое количество оборотов. Здесь мы выбираем с вами моторы. То есть, это один мотор. Нажимаем на второй. Это второй мотор. Видно, да? Бет-сцент. То есть, уже у нас два мотора. Выбираем каждый из них. Какие у нас должны двигаться, да? Какие у нас рулевые. Вот. Также есть независимое управление моторами. Тут уже можете заметить, что мощность разная, но при этом поворотов нет, да? Уже поворота. Но как можно сделать поворот в них? То есть, здесь у нас те же самые все параметры. Как сделать поворот? Естественно, если у нас правое колесо. Если вы знаете, допустим, как трамваи ездят, да? Когда они заходят в поворот, у них правое колесо чуть... Да, чуть начинает... Ну, если он заходит в поворот налево, то у него правое колесо начинает чуть быстрее двигаться. Специально, чтобы оно проходит большее расстояние, чем левое. Поэтому оно больше начинает крутиться, чем левое. Соответственно, здесь тоже самый принцип. Если, допустим, нам нужно повернуть влево, то правый мотор, да? Который у нас находится справа. Это вы уже сами смотрите, какой у вас из них. Какой, да? Допустим, ну это я условно говорю, поворачивается скоростью 100. Это у нас резкий поворот налево. Если мы хотим повернуть направо, соответственно, то наоборот. Левый мотор у нас должен быть вращаться быстрее, чем правый. И тогда у нас занесет машина вправо. Если мы хотим вообще вращаться на месте, да? Тоже вот в кигель ринге такое будет. У нас должен один мотор двигаться против часовой стрелки, а второй подчасовой. Таким образом, у нас будет робот вращаться вокруг своей оси. Вот. Это разница между этим блоком и, естественно, блоком независимого мотора и рулевого. Так. Это понятно? Переходим дальше. Раньше еще есть блоки. Экран, соответственно. Звук. Ну давайте сразу же еще и третий тоже возьмем. Тоже видно, да? Вот что я говорил про больше программирования. То, что у вас все везде используются блоки, вы их просто настраиваете и очень удобно. То есть, сам уже не надо писать тексты, особенно это удобно для детей. Вы можете просто спокойно вставить блоки, чтобы у вас все работало. Все, начинаем. То есть, здесь у нас, что за вот этот блок действия с экраном? Здесь у нас, если обратите внимание, то есть у конструктора, вот, да, у него есть, сейчас покажу. Вот определенный монитор сверху. Экран, он 160 с чем-то на 120 с чем-то, разрешение у него, насколько я помню. Вот. И, естественно, используя его, вы можете вводить разные изображения. Давайте посмотрим. Так. Вот, соответственно, здесь вы можете выбирать изображение. Какой-то, который уже есть, допустим, да, фигуры, вот, прямоугольник, допустим, какой-то. Здесь вы, как я вам сказал, X, то есть X это у нас горизонтальная плоскость, да, Y у нас вертикальная. Давайте я сразу же покажу. Сейчас найду где-нибудь. Так, так, так. Где-нибудь сейчас найду блок Ардуино. Ой, блок Ардуино. Да, еще, кстати, с Ардуино занимаюсь, так что у меня время поскальзывает еще и слово Ардуино. Вот, замечательно. Давайте вот этот блок возьмем. Копировать картинку. Сейчас я открою. Вот наш блок, да, как он выглядит. И что вот, вот этот сам экран, он расширением 160 с чем-то, опять же, я точно просто не помню показателей, на 120 примерно, да, где-то так. Но при этом отчет координат начинается, сейчас вам покажу. То есть он у вас начинается отсюда. Сейчас пожирнее давайте сделаем. Вот отсюда у вас отсчет идет. Это у вас ось X. Это у вас ось Y. Отрицательных значений, соответственно, нет. Так, сейчас вот это вот сотрем с вами. Это нам не надо. И так и вводим. То есть здесь у нас, опять же, X. Да, а здесь у нас Y. При этом, да, помним, что X максимальное равно... Давайте даже проверим. Да, ребята, есть у нас информация. Так, если мы первые шаги, то не то и начинаем. Так, если я сейчас начну здесь указывать... А, вот, вот, отрицательное значение. Не знаю, зачем он отрицательный на самом деле. 127. Отрицательный у нас все равно проблема с ними будет. Так, 177. Вот, 177 на 127. 177 на 127. Окей. Так, секунду. То есть, вот, мы запомнили, что у нас максимальное здесь 177. И по Y равно... Максимальное... Равно 127. Соответственно, здесь у нас именно, да, вот эта планочка здесь у нас максимальная. Максимальная, вот здесь у нас... Это вот максимальные точки. А здесь минимальные, нулевые, да. Здесь у нас 0. Здесь у нас max. И здесь тоже max. Все. Если вам нужно, соответственно, написать что-то в центре, то вы берете, ну, ближайшее целое четное число. То есть, к X это 176. Делите его на 2. Да? Сколько она у нас получается? Так. 85, 85. Вот этот. Это у нас получается 88, да. И, соответственно, в X ставите где-нибудь здесь. Если вам нужно по центру экрана что-то вывести 80. А здесь у вас будет 63. Ну и все. Собственно, и выводите какие-то значения. Здесь ширину. Видно, да, прямоугольник, потому что у нас ширина, высота прямоугольника. Ну, заполнять нам не надо, да. То есть, запомните, как вы заполняете, тоже цвет. То, что у нас должен быть его именно черный цвет. Далее. Можно какое-то изображение с ним подгрузить. Оно должно быть в каком-то определенном формате, да. Также у нас есть текст. Это самое основное. Если с этим я вообще не работал, с фигурами ни разу вроде бы. Они не нужны мне были, в принципе. То, соответственно... А нет, с фигурами мы работали, когда радар с ребятами делали, да. Все, я вспомнил. Но самое основное, это, естественно, пиксели. То есть, вам нужно какое-то, если что-то вывести, да, на экран. Можно по проводу. Это мы позже рассмотрим, что это за проводное такое показание. Но, в основном, вам, допустим, надо что-то здесь ввести. Вот вы здесь, допустим, можете выбрать, какой у вас должен быть шрифт. У вас обычный, жирный, большой. Это вы уже сами выбираете. И, собственно, у вас будет выведена вот именно эта надпись, которая здесь указана. Это самое основное. То есть, это чаще всего используется в любых работах. Но вот, можете это спокойно даже детям показывать. Дальше. У нас есть блок, так, это мы убираем. То есть, это была визуализация. Далее, у нас есть, может воспроизводить звук, то же самое. Здесь, hello, написано. Вот мы выбираем звуковые файлы Lego. И тут выбираем, что вам нужно. Цвета, да, цвета, связь, животные, выражение, информация, движение, числа, система. В зависимости, что вам нужно, да. Какие-то звуки определенные. Вот, их подгрузить. Естественно, здесь у вас громкость можно выбрать. Ну и здесь еще тоже. Так. Один раз, видите, да, повторить. Или просто завершить. После воспроизведения. Также еще здесь можно сделать остановка звука. Окей. То есть, если у вас какое-то там тоже условие будет остановить звук. Воспроизведить тон. То есть, тут уже с частотой определенной звука работаете. Если вы знаете. Вот, у вас показан, кстати, набор, да. Нот. Вы можете их воспроизводить. Длительность их, громкость точно так же. С какой-то определенной частотой герц, которая вам нужна. То есть, у каждой ноты, да. У нее есть своя частота. Ну или саму воспроизвести ноту. Вот я, допустим, с ребятами. У меня пришел один ребенок, который играл на фортепиано. Говорит, а этот робот может играть какую-нибудь композицию? Конечно, может. И вот мы с ним начали писать. И в мире животных. Не в мире животных, а в оригинале. Называется странники или путники. Я точно не помню. Но которая играет у нас. Но мы все слышали. В такой передаче с Николаем Дроздовым. В мире животных. Вот. Мы ее с ней сочиняли. Все. То есть, эти звуки тоже вам временами нужны. То есть, как индикатор чего-то. Или просто как декоративная часть. То есть, индикатор там какого-то действия. Что у вас что-то произошло. И так далее. Последний блок действия. Это у нас цвета. То есть, если обратить внимание. То здесь, вот у нас. Видно, да? Здесь у нас горит уже цвет. Красный в данном случае. Он может принимать разные оттенки. То есть, там у нас внизу стоят два светодиода. Очень ярких. Вот. И они могут у нас принимать разные значения цвета. То есть, либо зеленый, либо оранжевый, либо красный. В обычном состоянии. Когда у вас программа выполняется, она принимает желтый свет. Когда блок у вас включен, он принимает просто зеленый цвет. Когда у вас блок разряжается, красный цвет. Но вы можете это тоже регулировать. Вот. Используя разные. То есть, включить, отключить, сброс. У нас обычный сброс. Как всегда, сброс. Это значит, все значения обнуляются. Просто ничего не происходит. Можете выбрать какой-то цвет. И тут еще импульсивный. То есть, вот. Нарастать у вас будет или будет гасным. Тоже. В зависимости, что вам нужно. Можно использовать как декоративную часть. Особенно детям. Особенно с ОВЗ. Очень нравятся цвета, звуки и так далее. Да? Какие-то рожицы. С этим можете поиграться. В первую очередь, чтобы заинтересовать ребенка. Это очень полезно. И, соответственно, так и для какого-то индикатора. То есть, что-то пошло не так. Вы подумали, что может быть это такая ситуация. Что какая-то ошибка может возникнуть. Просчитали это. И, собственно, при этом действии сделали так, что у вас начинала гореть красная лампочка. Все. Это блоки действия. Теперь рассмотрим начальный блок. То есть, это то, с чего у нас начинается программа. Как я вам уже показывал, изначально вы можете делать несколько таких блоков. Раз, два, три, четыре. Хоть сколько. В зависимости, сколько у вас там будет начинать выполняться программ. Одновременно, параллельно. Вас в этом никто не ограничивает. Но все-таки, конечно, хотелось бы какой-то более-менее приятности роботу. Так что, что же, смотрите, что вам не приходилось там. То все удаляйте смотреть, что у вас там гигантская программа. Сейчас это было все в одном месте где-то. Все было удобно. В общем, как говорил еще. Не точно не знаю ни Эйнштейн, ни Эйнштейн. Это был не надо усложнять то, что можно и не усложнять. В принципе, да. Или он по-другому говорил. Упрощай. То есть, порой пока можно упрощать. Я точно не помню. Но кто-то это точно сказал. Это очень хорошая мысль на самом деле. То есть, не надо никогда ничего усложнять. Вот. Если в этом требований никаких нет. Дальше у нас есть блок ожидания. Допустим, что это такое? Нет, давайте лучше сначала с циклов вообще. Вот. Давайте сначала пройдем с циклов. Удалим все это. И перейдем к циклу. То есть, мы взяли цикл. Что такое вообще цикл? Представьте себе. Я всегда ребятам так говорю. Потому что в гонки играли много. Многие ребята. Вот у нас есть гоночная трасса. Сейчас, секунду. Найдем какой-нибудь вид сверху. Давайте и так найдем. Вид сверху. Замечательно. Сразу же нашли. Вот у нас есть какая-то трасса. Соответственно. Мы начинаем ее проходить. То есть, у каждой гонки нужно пройти какое-то количество кругов определенное. Давайте пройдем хотя бы первый круг. Что? Вот мы отсюда стартанули. Начали двигаться. Давайте я копирую, кстати, эту картинку. Прямо начнем. Так вот проходить. Секунду. И начнем проходить. Я возьму маркер. Давайте карандаш. С толщиной побольше. Соответственно. Ну, красного цвета. Все. Вот мы отсюда стартанули. Начали двигаться. Вот отсюда ехали. Мы двигались прямо. Теперь нам нужно повернуть направо. То есть, выполняем действие поворот направо. Теперь опять повернув направо. Поворачиваем направо. Опять едем вперед. Опять раз завершается. Поворачиваем налево. Опять поворачиваем налево. Мы проезжаем прямо. Направо. Налево. Опять это проезжаем. Не очень ровно, но тем не менее понятно. Опять прямо. Доехали. До сюда, да? То есть, у нас было сколько команд? Прямо. Направо. Ну, и так далее. То есть, больше 10 действий. Если не будем учитывать, то есть, сколько нам еще двигаться при этом надо, да? Ну, где-то так. И вот, чтобы нам заново, то есть, нам нужно 4 круга проехать, чтобы нам заново не писать действия, что нужно опять прямо проехать, опять направо. Совершенно те же действия, которые были в первый раз. Надеюсь, все согласны, да? То есть, вот. Совершенно те же действия. И чтобы нам это второй раз не прописывать, у нас присутствует такой хороший механизм, как циклы. Что он нам дает этот цикл? Он повторяет какое-то определенное количество раз. Какое-то действие. Допустим, вот просто проехать вперед один оборот, да? То есть, 17 сантиметров вперед. Вот. Мы можем, конечно, либо здесь отрегулировать движение, количество оборотов, да? Чтобы какое-то расстояние определенное проехать. Но, допустим, такую ситуацию, что нам нужно сделать круг вообще, да? То есть, мы двигаемся вперед на один оборот и поворачиваем каждый раз немножко направо. Давайте вот так вот. То есть, тут мы будем делать круг. Когда-то сделаем круг. Вот. Или до какого-то поворота. И здесь мы можем выбрать, до какого количества раз нужно делать нам эти действия. То есть, вот либо неограниченный цикл, то есть, он никогда не заканчивается. Либо до определенного действия. То есть, по времени, сколько должно засечь, да? 5 секунд, допустим, должно это дело выполняться. Либо до подсчета. То есть, здесь мы уже количество кругов можем сами описать. Допустим, те же самые 4, да? Круга. Либо еще какие-то действия. Тут разные есть. То есть, мы с вами рассмотрим датчики касания. Когда там кнопка нажата, ультразвуковой датчик. Когда, допустим, там он встретил у себя какой-то привязан и так далее. То есть, возможности масса. Вот. Мы с вами это сейчас, как раз, эти все рассмотрим вещи. Вот. У нас есть такая волшебная вещь, как переключатель. Самая легкая программа, которую вы соберете, допустим, того робота, который он вначале показывал, да? Это движение по линии. Самое простое, самое простое, самая элементарная программа. Это вот просто измерение, сравнение, яркость отраженного цвета. Здесь ставить, ну, значение. Сейчас мы рассмотрим, что это за значение. И просто поворот. Ну, давайте даже, знаете как, вообще самое простое. Вот серьезно. Проще не придумаешь. Допустим, у нас левое колесо B, второе колесо C. Все. Датчик посередине. В этом случае мы просто поворачиваем. Так, включаем оба мотора. Все. Либо этот включаем, либо другой. Таким образом, да, мы вот здесь еще неограниченное делили. Вот, неограниченное. Теперь мы будем двигаться по линии. Мы тоже рассмотрим позже, почему. Но, что такое вообще за переключатели? То есть, это проверяется какое-то условие. В данном случае, допустим, где у нас кнопка? С кнопкой более всем понятно. То есть, вот кнопки управления модулем. Нет, так, это вот датчики касания, да, состояние. Допустим, нажата кнопка или нет. То есть, вот состояние, какое у нее сейчас. Оно либо нажато, либо нажато и отпущено, либо отпущено, да. Какое-то из этих действий произошло. Если оно выполняется, то у нас уходит вот где галочка. Поближе я сделаю. Вот, где галочка, да. Вот сюда у нас верхнюю ветку пойдет. То есть, если у нас нажато, то у нас, соответственно, мотор B прокрутится немного, да. Пока, точнее, кнопка нажата, у нас он будет крутиться. Потому что он проверил, нажата ли у нас кнопка, да. Нажата, двигал мотором, опять идет вот так по циклу, возвращается. Курсор вообще видно, не видно? Так, почему курсор не видно? Или его видно просто я не вижу? Нет, не видно. Странно. Ладно. Тогда давайте я лучше буду делать так, принт-скрин. И сразу же вот здесь вот точно так же все показываю, чтобы было все точно всем понятно и видно. Так, ой, это очень некрасиво сделал. Вот, то есть, у нас проверяется вот здесь вот действие, да. Вот, допустим, нажата. Если у нас кнопочка нажата, то у нас, соответственно, выполнение идет сюда. Прокрутилось немножко мотор B. Он у нас выходит отсюда. Опять по циклу идет вот даже стрелочка. Видно, указано, да? Вот она стрелочка. Что у нас он опять идет в начало. Опять проходит сюда. Опять проверяет, нажата или не нажата. Если нажата, то он опять эти действия проводит заново. То есть, опять проходит вот такой вот круг. И опять возвращается в начало. И опять проверяет, нажата. И, допустим, мы отпустили все. Тогда у нас пойдет, где крестик. Вот, видно крестик, да? Здесь у нас галочка. Здесь у нас крестик. То есть, условия не выполняются. В данном случае у нас закрутится мотор C. Все, тоже прокрутился. Вот, мы отпустили. Опять пришел начало. Опять проверил состояние. Если у нас мотор C сейчас, да. Если мотор, точнее, кнопочка у нас не нажата, то опять мотор C крутится. И так до бесконечности. Потому что цикл у нас, опять же, да, не ограниченный. Обратите внимание. Так. Это понятно, да? Хорошо. Здесь у нас точно так же есть разные действия. То есть, вы можете проверять по инфракрасному датчику, ультразумковому датчику, какие-то условия. Это все у вас здесь происходит. Если вы хотите проверить какое-то действие, точнее, какую-то вещь, которую вы можете проверить своим роботом, это вы заходите сюда. И, соответственно, проверяете. Можете вы это сделать или нет. Так. Дальше. И вот таким образом самая простая программа именно так и выглядит. То есть, либо поворот направо, либо поворот налево. И здесь мы проверяем просто значение датчика цвета. Сравнение яркость отраженного света. То есть, ставите датчик цвета. Так. Давайте лучше вот так вот еще сделаем, чтобы было понятно. Движение линии. Вот. Вот. Видно, да? Робот у него. Ну, он с двумя датчиками, окей. Но мы пока рассмотрим как бы с одним. Допустим, у вас один датчик. Тут даже хай техник. Да, тут хай техник. Использованы датчики. Но мы представляем самые обычные. Которые у нас просто проверяют яркость отраженного цвета. Что за яркость отраженного цвета? То есть, у вас есть шкала. А как мы с вами видим все цвета, да? То есть, весь цвет, спектр цвета попадает на какой-то объект. Вот. Тоже сейчас цветной. Рисунок. Или лучше какой-нибудь ветер-морт. Чтобы было более понятно. Рассмотрим на натюрморте. Где-нибудь у нас где побольше цветов. Вот. Замечательно. Вот это мне нравится картинка. Как у нас работает с вами глаз? Давайте посмотрим. То есть, у нас вот такая синяя ваза. Ваза. С яблоками, грушами. Что-то там еще. Лимон вроде желтенький. Да? И виноград. Вот. И все это разных цветов совершенно. Да? А как нам понять? А как мы вообще распознаем эти цвета? Что происходит? Весь спектр цвета попадает у нас на какой-то объект. Допустим, на синюю вазу. Все цвета. Точнее, весь. Да. Все цвета поглощаются этой вазой. Кроме одного. То есть, это вот этот синий цвет. Который отражается и попадает нам в глаз. Поэтому, видим, нам кажется, что она синяя. Потому что именно этот спектр цвета, он у нас отражается. Именно этот цвет, точнее. Вот. То есть, с яблоками, естественно, то же самое. Вот у нас попадает весь спектр цвета. Поглощается все, кроме там красного. Вот этого. Красный нам попадает обратно в глаз. С грушей, соответственно, там оранжевый. Что-то оранжево-желтый. И она все поглощается. Только это отражается. С виноградом, соответственно, все поглощается. Фиолетовый цвет отражается. Хорошо. То есть, так это работает. Но как нам быть? Что происходит? Так, черно-белый рисунок. О, натюрморт. То же самое. Вот. Замечательно. Вот вообще прекрасно. Здесь я не смогу для вас точный объект видеть. Ладно, вот. Ага, здесь тоже не очень. Хорошо. Вот этот возьмем. Копирую картинку. В данном случае давайте посмотрим. Вот у нас есть чашка кофе, трубка и книги. Да, давайте вот на листы обратим внимание. Листы у нас белые. А кофе у нас, естественно, черный. Вот. Трубка тоже черная и так далее. Что с ними происходит? Белый цвет. Белый цвет, который нам кажется белым. Да? Он на самом деле отражает абсолютно все. То есть все цвета в совокупности нам дают белый цвет. Поэтому белая поверхность, она отражает все лучи, которые на нее попали. Все лучи света, да? Черная же, как вы наверняка догадались уже, это напротив. Поглощает у нас абсолютно все и не отражает ничего. Соответственно, идеальной черной поверхности, конечно, нет. Они все равно вообще какую-то часть света отражают. Света тоже, да? Но даже ученые недавно вроде бы сделали, кстати, идеально, почти идеально черный материал, который поглощает 99% и сколько-то там еще света. То есть, ну, даже если посмотрим, то есть, ну-ка, идеально. Идеально черный материал. Нажмите внимание, что он вообще выглядит так, как будто там какая-то дыра, да? То есть, нет ощущения, что это какой-то объект, потому что, ну, такое ощущение, что на самом деле это пустота какая-то. Вот, это идеально черный объект. То есть, он поглощает почти полностью весь свет. И поэтому нам кажется, что там, ну, даже у него очертаний никаких нет. Просто какая-то дыра, да? Хотя на самом деле это материал. Вот. Так у нас это работает. Так что же происходит тогда с датчиками цвета? Они работают по такому же принципу. Они спускают пучок света. 100%, да? 100% давайте вот здесь как раз посмотрим. То есть, здесь мы можем вводить от значения от 0 до 100. То есть, оно принимает у нас значение от 0 до 100, отраженный свет. Где 0, видите, да? Сразу же у нас не заполнено. Вон, видно. Если я сделаю, допустим, 100, то вот у нас все отправилось. Здесь 50, то там половина. 20, соответственно, вон там тоже немножко заполнено. Что это такое? То есть, у нас максимально отправляется поток света, который составляет 100%, да? 100, ровно, процентов. И после этого, от этой поверхности отражается свет. Если, соответственно, пришло обратно там только, ну, давайте идеальный случай рассмотрим, 0% этого света, соответственно, то, скорее всего, поверхность черная. Потому что она не вернула нам, ну, ничего вообще, в принципе, да? То есть, она все, весь свет, который мы отправили на нее, поглотила. Мы можем сделать лучшую, скорее всего, черная поверхность. Ну, скорее всего, даже с большой вероятностью, черная поверхность, либо мы на большом расстоянии датчик поставим. Но это мы сейчас тоже разберем. Если же мы отправили 100% лучей и получили точно то же количество, то есть 100%, то, скорее всего, наша поверхность белая, да? Потому что она смогла отразить полностью весь свет. По такому принципу мы можем определить, где светлые у нас поверхности или черные. Вот, кстати, здесь тоже будет в будущем измерение цвета, да, оно по такому же принципу работает. Два режима у датчика, он либо просто свет испускает, либо определенные цвета. И когда он испускает эти цвета, он смотрит, какие отразились, а какие, собственно, у нас не отразились. И на этом делать логический вывод. То есть, у нас все-таки, какой у нас цвет перед нами. Но мы с вами рассмотрим именно значение отраженного цвета. Вот у нас есть, да? Датчик. Заметьте, что он должен от поверхности, с которой он будет смотреть, 1 см. Это оптимальное расстояние. 1 см ровно. Вот. Больше будет хуже, меньше там тоже можно временами шагать, да? Вот. 1 см это прямо нормально, да? Чуть-чуть больше, чуть меньше, еще больше. Ну, вот, вы сами уже решаете, соответственно. Вот. Здесь мы можем распознать. Ну, давайте не будем смотреть на второй датчик, вот. Будем смотреть на один. То есть, он у нас сейчас светит вниз и смотрит, что поверхность белая. Да? Давайте вот посмотрим нашим. Ну, если у нас поверхность белая, то пороговое значение. Что за пороговое значение, да? Как его вообще находить? Это значение, вот это пороговое, оно делит наше белое значение и черное пополам, чтобы робот понимал, когда он едет у нас по белой линии, да? Когда по черной. Потому что, ну, не всегда поверхность бывает идеально черной, то есть, она может вернуть нам все равно какое-то количество значений цветов. И при этом линия, точнее, линия может быть не идеально черная, она все равно будет возвращать нам какое-то количество цветов. А поверхность может быть не идеально белой, потому что она тоже, соответственно, ну, запачкалась там, допустим. Да? будет возвращать нам не 100, а вот часть грязи, которая на ней находится, она будет возвращать там из этого 80% только лучей. Вот. И нужно понять, как нам разделить-то, в принципе, белое или черное. Ну, берет, делается это так, наводится, наводится ваш датчик на таком расстоянии на черный участок, да, вот наводите на черное и наводите на белое. Здесь у вас, соответственно, это будет, допустим, x x black, да, черное значение, а здесь у вас значение x white. То есть, значение датчика, который он показывает на черном цвете и значение, которое он показывает на белом. Так вот, пороговая x порог. Это значение x black плюс x white. Надо чуть пошире сделать, секунду. x порог равно x black плюс x white. И это все дело, которое вы представили, вы делите на два. Соответственно, почему стандартно пороговая 50, да, вот я там поставил, потому что мы в идеале надеемся, что у нас x black равен нулю, то есть ничего не отражается, да, в идеальных условиях. x white равен 100. Ну, соответственно, отражается все. Но это идеальные условия, такого не бывает. Но если вот такое будет, то, соответственно, у нас x порог просто будет равен, считайте, 0 плюс 100 и будет на 2. Но это 50, да. Но у вас может быть такие ситуации, когда у вас, допустим, x black равен 46, но бывает вот такое, да, поверхность ну, вообще чуть-чуть светлая. И white равен у вас, допустим, 76. Вот. Ну и что мы делаем? Соответственно, мы находим x порог. Это у нас, опять же, да, 46 плюс 76. Но мы посмотрели с вами, на черной линии наш датчик дает 46 значения, на белой линии он дает 76 значения. Соответственно, мы эти значения приплюсуем и получаем, что так, 122. То есть, 122 делим на 2, это у нас будет 61. И тогда вот здесь, где в нашей программке, мы бы указывали не 50, а 61, да, чтобы разделять белые и черные значения. Здесь это понятно. Хорошо. Все это рассмотрели. Как же у нас двигается робот? Давайте посмотрим по программе. То есть, если он нас увидит, что значение меньше 61, это черная линия, он нас поворачивает направо. А если значение больше 61, то, соответственно, у нас пойдет в нижнюю летку и повернет налево. Возвращаясь к нашему рисунку, сейчас вот так вот ставлю. Давайте даже кисть, да, лучше кистью будет, наверное, удобнее. Сейчас толщину побольше поставлю. Чуть еще побольше. Так, маркер. Во. Соответственно, он у нас поедет так по линии. Секунду. Так, сейчас я в программе если меньше 61 черного, он поворачивает направо. Все, да. То есть, у нас вот поедет. Он увидит, допустим, будет наезжать на черную линию вот здесь, да, видит, что это черная линия, он поворачивает немного правее. Наезжает, соответственно, на белое, да, понимает, что у него линия белая, поворачивает направо. И, соответственно, вообще у него движение будет вот таким вот. Ну, если быть откровенно честным, то есть, все это сильно забулировать. То есть, он вот именно из-за того, что он будет двигаться у нас по краю, да, обратите внимание, не по черной линии при этом, он будет ездить, а по краю, именно, то есть, на пересечении их, потому что мы пытаемся найти белое, где сторона, и черное. И таким образом он будет у нас двигаться по самому краю, это белое и черное стороны. Так, это самая примитивная программа движения по линии. Но она основная, так как любой робот должен как-то ориентироваться в пространстве, так как для роботов EV3, чаще всего, все-таки делают какие-то линейные поля, то есть, на соревнованиях тоже, так что вы должны именно в первую очередь если готовите ребенка с этим конструктором, то естественно ориентироваться на линии, на черные, как их распознавать. Именно поэтому у нас на третьем занятии будут расширенные работы с движением по линии, где мы будем рассматривать уже разные регуляторы, которые позволяют совершать какие-то движения дополнительные на линии. более точные. Это самая элементарная программа. Надеюсь, это понятно. Я вам объяснил, что такое цикл, что за переключатель. Теперь давайте дальше. Допустим, мы двигаемся по черному полю, двигаемся по черному полю вот по такой линии, вот в этом направлении, прямо. И когда мы выходим на белый участок, мы хотим остановиться. Что мы для этого сделаем? Соответственно, нам нужно двигаться вперед. Это убираем. Зря я это убрал. Нам нужно просто надо было двигаться вперед. Когда у нас значение меньше, допустим, 41, то и оставим пока значение. То есть, вот черный цвет. А когда мы вышли за белую, то есть, у нас пойдет он вниз, и что-то должен делать. Тут выбора два. Первый выбор. Вы можете не завершать программу и просто указать ему следующее. Допустим, что вам нужно остановиться. То есть, берете сюда, просто делаете выключить. Тогда, когда у вас будет значение больше 61, логика не соблюдается, у вас идет нижнюю ветку. Соответственно, ну и все. И он видит, что этот нужно остановиться мотором, но при этом выведет внимание, что он все равно пойдет в цикл на второй раз и увидит опять, что белая опять как бы ничего не сделает, то есть, будет стоять на месте и при этом опять пойдет на выполнение. То есть, программа все равно не завершится, она будет выполняться. Программа считается выполненной, когда она дошла до своего конца. Здесь у нас до конца он не дойдет, потому что цикл у нас ограниченный. Что же делать тогда, чтобы можно было красиво не тратить ресурсы, а просто завершить работу? Ну, мы это делаем элементарно, то есть, мы делаем вот этот датчик, а не датчик, а блок прерывания цикла. Здесь пишем, какой цикл прервать. Ну, цикл у нас, видите, 0,1, 1, 1,1, можем другие циклы прерывать, если бы они у нас были. У нас даже показывает только один у нас цикл есть. Если бы я сделал вот такое дело, и здесь бы ввел второй цикл, то здесь бы он уже дал меня выбирать, либо первый, либо второй, типа выбирай сам, какой тебе нужно завершить. То есть, он может быть тоже у нас еще как-то называться, обращайте внимание, то есть, чтобы понимать, какой там цикл надо завершать, вы можете название сами уже ему делать. Вот, и в данном случае, что произойдет? Когда мы наедем уже на белый цвет, программа пойдет вниз выполняться, да, а здесь у нее прерывание цикла, то есть, цикл завершается и выходит за пределы. Соответственно, программа у нас будет завершена, все, мы больше ничего делать не должны. Тоже учитывайте, это очень полезный момент. Вот, зачем это нам нужно прерывание цикла? Понятно, да? Кроме этого, рассмотрим, что можно сделать без переключения. То есть, не обязательно использовать переключение. Вот это, да, в такой ситуации, когда нам нужно просто оцениться на белый, мы можем сделать следующее, смотрите, есть такие блоки ожидания, то есть, они ожидают какого-то действия. В данном случае, допустим, время самое элементарное, да, чего можно ожидать 20, но допустим, такая ситуация, когда нам сказали, жди приезда автомобиля, да, какого-то, допустим, вот вам нужно стоять на улице, вам сказали, пока там не проедет какой-то автомобиль. Вы же не можете по времени сказать, да, когда он проедет. Может, он через час проедет, да, может, он через минуту проедет, через час, неизвестно вам, вам сказали, просто ждать, пока не проедет автомобиль. И вот здесь точно так же ждать можно не только время, а соответственно, такие же разные операторы, как есть и у циклов, так и у операторов ответвления. То есть, вы можете выбрать, чего именно должен ждать у вас ваш робот. В данном случае, мы с вами сказали, нам нужно остановиться после того, как он проехал черную линию, то есть, мы тогда делаем так, мы двигаемся опять вперед, да, вот, наш робот двигается туда, вот отсюда. Давайте, коряво, пока, но нарисуем, как есть, линиями. В этом есть свой шарм. Вот, у нас он двигается туда, соответственно, то есть, он у нас будет включить, да, моторы BCBC, самая распространенная для больших моторов, когда он двигается, по умолчанию, видите, доставится, и дальше, чего мы ждем. Мы ждем, пока датчик цвета, яркость отраженного, станет меньше, видеть, и тоже, обратите внимание, порт надо указывать, да, внимание, если у вас что-то не работает, возможно, вы просто порт не тот подключили, да, обратите внимание, что порт должен быть, естественно, подключен, ну, туда, куда вы, точнее, здесь должна быть указана цифра, туда, та самая, на которую подключили порт, ваш, вот, и здесь у вас будет выполняться, вот этот блок, то есть, движение вперед, да, он будет сам себя выполнять, как зацикленный, пока не произойдет, но проверять, поэтому постоянно, вот этот блок, то есть, значение меньше 50 или нет, да, если он будет меньше 50, то опять мы можем просто поставить, вот так вот, прерывание цикла, и все, то есть, это уже в зависимости от вас, что вам удобнее использовать, использовать переключатель, или использовать все-таки блок ожидания, делайте выбор сами, естественно, на эту тему, все, у кого вопросов нет, я благодарю вас за внимание, и прощаюсь с вами, больше всего вопросов нет, все, спасибо вам за внимание, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok